Добрый день, уважаемые коллеги! В начале текущего года глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал указ, в соответствии с которым 1 марта объявлен Днём Благодарности. И сегодня мы впервые отмечаем этот праздник. Разрешите поздравить всех вас. В связи с этим мы пригласили специальных гостей, которые расскажут нам о том, к чему приурочен и как отмечается данный праздник. Позвольте представить заведующая сектором секретариата Ассамблеи народа Казахстана Назипа Идрисовна Шанаи, руководитель образовательного фонда «Новые решения», член Ассамблеи народа Казахстана Вячеслав Семенович Ким, председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области Сара Манкизовна Даузова, а также председатель Чечено-Ингушского культурного центра войнах города Астана, член Ассамблеи народа Казахстана Салман Сайдарович Героев. Уважаемые гости, я вас поздравляю, приветствую вас на нашей площадке. Пожалуйста, первое слово Назипа Идрисовна вам. Рахмет, қайрлыгын, құрметті отандастар, баршаңызға алғыс айтуғар құсат етіңіздер. Бүгін бір керемет күн, себебі алғыс айтудың тарихының өзі керемет. Бүгін білсенді қоғамға мүше болып келіп жатыр. Олар сол заман туралы, біздің басымыз қалайқа қосылған туралы білемі, ал егер де білмейтін болса, онында ол туралы ақпарат жеткіз оныңыз керек. Сондықтан бүгінгі таңда осындай мемлекетте, тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатқан жүзден астан ұлтпен ұлыс бір-біріне алғыс айтып, рахмет айтқан дұрыс болар еттеп. Ол үшін менің бүгінгі науырыздың бірігіні тойланып жатқан алғашқы рет Қазақстанда тойланып жатқан бұл мереке, жалпы Қазақстан бойынша 800-дей шарадан тұрады. Алғыс айту мерекесі елбасының қатысуымен бүгін астанада өтті. Бүгінгі шараның маңыздылығы бұл жалпы мерімділікпен қайрымдылыққа бағыттауға арналған тәрбиелік мәнібер тағыда бір мереке арамызға қосылды деп айтуға болады. Мұна бүгінгі дүрбейленгі көп заманда жалпы айналамызда болып жатқан жағдайларды білетін болсақ, біз үшін білімді болашақты тәрбиеліп жатқан қоғам үшін мүне сол білімділеріміздің өзі мербан болғанын алғат артамыз, мақсат тұтамыз. Мүне негізгі мәнімен мақсаты осында. Егер бүгінгі шараның, басталған шараның мәнімен мағынасына келетін болсақ, оны да Қазақстанда Қазақстанға өз бетмен және де тағдыр тәлкегімен келген қаншама ұлтпен ұлыс бар болатын болса, мүне солардың бүгін Қазақ қалқына деген айтып жатқан алғысы шексіз. Себебі жермасыншы ғасырға дейін Қазақстанның аумағына алпыс ұлттың өкілі келген екен, ал жермасыншы ғасыртың бірінші жартысында осы елінші жылға дейін, алпыс екі ұлт бұл репресия арқылы келген. Ешқашан Атабабасының аяғы Қазақ жерім баспағынды ұлттар екен. Бүгінгі таңда сол ұлтпен ұлыстың бәрі Қазақстанда өз орнын тауып, ортақ отаны үшін еңбегін айамай жасап жатыр. Мүне сол күсілердің тарихы мен тағдыры туралы ескет сүретін күн. Сонымен қатар, егер де Қазақтың өз тарихына келетін болсақ, өздеріңіз білестер. 30-шы жылдары жерде Қазақстанда науып кеткен қаншама халқымыз шетелді. Бүгінгі таңда да жалпы әлемдегі 44 мемлекетте Қазақтар тұрады. Олай болатын бұсы олардың аман сақтап қалған үшін бізде сол мемлекеттерге алғыс айтыңыз кереді. Миллионнан астаған халқымыз әлі де тұрып жатқан Қытай елінде, Өзбекистанда, Ресейде, Монголияда тұрып жатқан сол елдің азаматтары ретінде аты шыққан ғалымдарымыз, өнер ғайраткерлеріміз бәрі аман есен қалып бүгін Қазақтың дәстүрімен жалпы Қазақтың бар екендігін шетелде әйгіл етіп жүрген бұлсы, өнда сол елдергі де Қазақтың басық ағыс айтатын күнеде байтуға болада. Уважаемые участники брифинга, смысл самого слова благодарность глубокое, об этом, наверное, знают все. И праздник, который сегодня мы впервые в истории Казахстана отмечаем, это праздник, который имеет очень хорошее воспитательное значение и воспитание именно духовности. История возникновения этого праздника, наверное, всем вам известно, в прошлом году на 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана президент, рассказывая об истории формирования политичности народа Казахстана, как раз-таки обратил внимание на то, что поколение, которое пережило все совместно и поэтому сплотилось, и сегодня сплотилось в единый монолитный народ Казахстана, это взрослое поколение. А новое поколение, которое родилось уже в период независимости, сегодня тоже в возрасте 20 лет вступает в активную общественную фазу, и знают ли они ту историю, знают ли, как их предки оказались на казахской земле. И, наверное, вот сегодня работать над тем, чтобы эту историю не забывали, знали, чтобы историческая память была сформирована, и она была основой для сохранения общественного согласия в Казахстане, прозвучала. И сегодня, вот вы знаете, что указом президента этот день назначен. В календаре праздников Республики Казахстан появился хороший, добрый праздник, День Благодарности. Сегодня по Республике более 800 мероприятий проходят именно по этой теме. Направления очень даже разные. Если где-то проходят конференции, в которых как раз-таки рассказывается о исследованиях, скажем, наших ученых об истории формирования полиэклиничности, то, например, в Казлардинской области проходит айтыс на тему, как правильно говорить слова благодарности. Во многих городах подошли очень интересно, именно в этот день, в знак благодарности, в роддомах, в родильных домах проводят акцию Сюинши, благодарят тех мам, которые в такой прекрасный день демографическую ситуацию Казахстана улучшили. И эта акция называется Сюинши. Хороший подход к этому вопросу в Жамбульской области. Там проводится конкурс Бата Айту. Это тоже очень хорошая древняя традиция, когда старшее поколение молодому дает благословение, а ведь благодарность именно в словах благословения. И казахи этому значению всегда придавали очень большое значение. То есть праздник, который сегодня начался с участием президента в Астане, он имеет продолжение и будет проходить, включаясь в себя праздник наурыза. Азамат Сюмартылык, Казах Радиоса. Алем жұртшылығы біздің елді бірлігі бекем, антымағы жарасқан мемлекеттеп танит. Осы райда алық сайту күннің осы оғынды нығайтудағы рөліғандайды бөлесістер. Алық сайту деген тәрбие болатын боса, онда бірлігімізді нығайтатына анық. Жаңа алдында айтып өткенде, жалпы біздің өткен тарихымызда, әрғайсымыздың бір-бірімізге сүнген еңбегіміз бар, ал сол мерімнің арқасында негізі. Егер қазақ ұлтна байланысты бүгін айтып жылатқан әңгімеуіз болады, боса өздеріңіз білесістер. 30 жылдары қазақтың да экономикалыға әлеметтік жағдайы керемет болған жоқ, бірақ та мене сол жағдайы қарамыстан ешқашан түрінде, ділінде, тілінде еспеген ұлттарды алғашқырат көріп тұрса да, мене сол күстілердің өмірлерін сақтап қалған жарты қатқаннан болсыз оны бөлісіп жекен, Қарағазандаға қайнаған қара сұрпасын бөліп әшіп, бүгін аман сақтап қалған. Осы жерде мен сіздерге бір тарихті айтып кетінгеледі. Қызлардау ғылысына Шешенстаннан келген ата-анасы жоқ балларды отбасыларға бөліп алу туралы ақпарат түсет. Сол жерде қазақтың бір ағатая келіп, Шешеннің бір баласыны алып тілін түсінбейді. Бірақ айтады, менің абылайқан деген балам жоғалып кетті соғыста, сен соның орның басасын, мен сен абылайқан деп атайым деп, үйіне ертіп кетті, бауырна басайды. Ол жүгіт, сонымен өз тілін ұмытып, қазақтың баласы болып өседі. Ол ғысының естелігінде керемет бірне бар, айтады, маған су тастық қызбайтын дейді, сонда мұна қазіргі анама атам айтып кеттеді дейді. Шешендердің тәрбесінде ол балаға бұндай түрлікті сетпейдекен, сондықтан намысын жер ғыма өзі еркекке тәң ғана жұмысты бердеп. Мені солай ол абылайқам болып сетамен деген шешендің жүгіті өсіп, ержеткен он жетінде келгенде оның атабабасының ұрынпытағынан біргісі оны тау болады іздеп. Сонда қайтпайым деп жылаған сетаменге, қазақ әкесі айтқан екен айналайын, сен қайт елінді, жерінді біл өз ағайын туғанымен бол деп. Енді бүгінгі бірлік туралы тақырыпқа келетін болсақ, өзі қайтып кетіп, грозныға барып өмір сүріп, бірақ өзінен туған балашағаның бәрін Қазақстанға жіберген. Бүгінгі таңда қарағандыда да қызылорда да ол ғысының балашаға асы тұрып Қазақстанға еңбеге тұп жатыр. Атақты бірі атақты шақтер қарағандыда. Мені сондай тарих бар болатырып, біздің бірлігіміз нұғаймауы мүмкін емес. Әр ұлттың, әр отпасының тіптен сол кезде Қазақстанға аяғы басқан егер түртіп қалып тарихын сұрайтын болсаңыздар, осы бар. Ал егер бұл айтылып, сіздер арқылып тарап жататым болса, онда рухані азық, рухані байлық, негізі санасы бар адам үшін бұл байланыс, ал байланыс бар жерде бірлік бар. Добрый день, агентство Хабарасхат Ниязов. Позвольте тоже поздравить вас с этим светлым праздником. Мне такой вопрос. Вот сегодня день благодарности, и в связи с этим люди по всей стране благодарят друг друга. Но также я очень сегодня много встречал, люди просят прощения. В связи с чем это связано, что в день благодарности просят прощения? Можете вот это пояснить? Спасибо. Вы знаете, сегодня действительно мы отметили долгожданный и такой приятный, радостный праздник и день благодарения. Мне удалось немножко пообщаться с лидером нашей нации, Нурсултан Абишчим Мазарбаевым. Я ему прямо сказал огромное спасибо вам за то, что вы учредили такой праздник, когда мы можем выразить благодарность и казахскому народу, и представителям наших этносов за то, что мы так общаемся, живем в мире и дружбе. Бывает, иногда носишь в себе вот это дело, хочется сказать спасибо, а повода для того, чтобы это выразить, нету. К примеру, у Войнахов, например, накопилось такое, чтобы сказать огромное спасибо казахскому народу за протянутую руку, за щедрость, за доброту, которую они оказали в годы репрессий, в годы депортации нашего народа. Вы знаете, что народ был по надуманным причинам, будто бы он способствовал немецко-фашистским захватчикам, по национальному признаку, полном заставе, весь погружен в скотские вагоны и выслан вот здесь. Ну, действительно, казахов предупреждали местное население о том, что это едут враги народа, едут, значит, чуть ли не звери и так далее, и так далее. Ну, и на самом деле, надо сказать, что по форме одежды, по языку мы отличались от местного населения в те годы. Ну, когда местное население узнали, что мы такие же люди, держим уросу, совершаем намаз, что мы такие же мусульмане, суниты, вот этот факт отношения казахского народа, которые и сами жили в годы войны, трудно, потому что мужчины везде воевали на фронтах Великой Отечественной войны, потеснившись, предоставили нам угол своего скромного жилья, делились лепешкой хлеба, глотком воды, и вот такое отношение сохранила половина нашего народа. И как не сказать, о, великая степь Сарыарки, мы благодарны тебе за то, что ты в трудные годы сталинских репрессий, в годы репортации протянула нам, не отлучила нас от своей груди, протянула нам руку дружбы, руки спасения, была щедра с нами, спасла нас от смерти. Мы никогда не забудем твоих сыновей и дочерей, и грядущим поколениям будем давать наказ, чтобы они сохраняли, продолжали эту дружбу. Вы знаете, я думаю, вот это вот слова, которые я сказал в знак благодарности казахскому народу, они выражают не только в войнах и проживающих в столице, в Казахстане, это выражают чеченцы и ингуши, где бы они ни жили, они всегда благодарны местному казахскому населению в то время, и да и представителям других народов, которые до нас здесь проживали. Ну вот, а сказать это, ну не удается. Я думаю, отныне мы ежегодно будем праздновать День Благодарности и будем иметь возможность сказать и этносам, представителям этносов, и своим соседям, и другим народам выразить свою благодарность. Вы знаете, для того, чтобы сказать вот эту благодарность, мы же занимаемся, имеем возможность со дня приобретения независимости нашим государством, мы имеем возможность изучать свою культуру, изучать свою историю, сохранять традиции, обычаи. И поэтому у нас, например, здесь в центре, ну кроме того, что мы участвуем во всех общественно-политических мероприятиях, представляем свой народ на наших государственных народных праздниках, мы в знак благодарности этой казахстанской земле вот построили мечеть на 440 мест. Вы знаете, там это агрогородок, где проживало много мусульманского населения, а мечети не было. Они вынуждены были далеко ездить. И вот в пятницу, когда совершается намаз, мечеть это полностью заполнено бывает. Вот молодые ребята, казахи, в частности, со своими ковриками приходят и совершают там намаз. И вот здесь вот есть село недалеко, где-то в километрах 30, Коянды называется, Цельноградского района. Там жили и бабушки, и дедушки двух наших ребят ингушских предпринимателей. И несмотря на то, что сейчас никто там из Войнахова не проживает, они построили мечеть и подарили местному казахскому населению. Мы, кроме этого, благоустроили местное кладбище в микрорайоне Молодежный, поставили хорошую ограду, сделали дорожки, подъезды, озеленили, привели в порядок, можно сказать, это кладбище. И вот наши предприниматели в этом году капитально отремонтировали дом ветеранов Сарыаркинского района в этом городе. И у нас много таких вот наших движений, наших в знак благодарности, знаков, которые мы совершаем в знак казахстанского народа. Да иначе как быть, потому что мы стали неотъемлемой частью единого казахстанского народа. Мы после приобретения независимости имеем возможность работать на государственной службе, заниматься предпринимательством, работать во всех отраслях наших, и в образовании, и в здравоохранении. То есть мы стали равными. Это большое отличие от того, как к нам относились до приобретения независимости нашим государством и после этого. Мне пришлось осенью в 1992 году быть участником первого форума народов Казахстана. И там выступая, Нурсултан Абишевич сказал такие слова примерно. Мы казахстанцы, все мы равны. И вот эти слова, которые им сказаны, они для нас дороги. И поныне мы чувствуем вот эту справедливость наравне с другими народами. Ведь эти конфликты где случаются? Вот в окружении наших государств, нашими соседями. Это когда одна народность говорит, мы лучше других. Мы должны быть выше. Вот там и случаются эти конфликты. Поэтому сейчас мы живем равными среди равных, и мы довольны этим и благодарны. И ежегодно, я думаю, мы какими-то знаками будем отмечать вот этот прекрасный праздник, День Благодарения. Я хотела добавить именно по Вашему вопросу. Вот говоря о прощении в День Благодарности, мы, наверное, должны понимать, что само слово «благодарить», оно как раз-таки затрагивает человеческую душу. Это духовное начало. И человек, который не вовремя поблагодарил своих родителей, старших братьев, учителей, врача, вот само это слово вызывает ответную реакцию. Человек, который вот это чувствует, наверное, и просит сегодня прощения. А ведь на самом деле всегда ли мы успеваем поблагодарить родных своих, родителей, учителей, которые когда-то нас направили в эту жизнь, врачей, которые спасли нашу жизнь. Поэтому День Благодарности имеет очень глубокое социальное значение. И если Вы, как журналист, сегодня заметили, что в День Благодарности люди просят прощения, значит, цель достигнута. Я хочу сегодня поблагодарить Вас, дорогие наши журналисты, что Вы вносите лепту, днём и ночью освещаете жизнь нашего казахстанца. Сегодня я принимала участие в работе празднования первого Дня Благодарности. И я была очень впечатлена тем, что, общаясь с президентом, если сказать, что в зале сегодня было очень много молодёжи из разных этнических групп. И президент говорил то, что мы должны помнить хорошо свою историю, своих предков. Если вспомнить историю Дунганского этноса, я сегодня президенту сказала, что ещё в 2013 году в селе Масанчи Курдайского района, Джамбульской области, где компактно проживают 37 тысяч населения этого этноса, мы воздвигнули памятник в знак благодарности казахскому народу, в знак благодарности казахской земле, что в тяжёлые годы, когда Дунгани перешли через Тенчанские горы, и казахский народ встретил нас как родных, обогрел, приютил, и нашу боль принял как свою. Поэтому и 17 мая каждый год к этому монументу собирается очень много молодёжи, детей. В селе Масанчи мы создали музей, где собрали большой материал на задание нашим молодёжи. Пожалуйста, следующий вопрос. Олег Рябченко, слушаем вас. Да, наша страна так завелась, что многие праздники традиционно с чем-то ассоциируются, и в зарубежных странах тоже. Есть ли какие-то традиции, которые будут заложены в момент празднования Дня Благодарности, и есть ли же те вещи, которые положили основу, допустим, празднования сегодня, какие-то знаменательные события и так далее? Сказать, что прямо в концепцию была определена традиция, в соответствии с которой должен проходить этот праздник, нет. Но вот если касаться сегодняшнего дня, то, вы знаете, любое мероприятие, из этого какой-то делается вывод. Была хорошая организована выставка в Назарбаев-центре, и выставка называлась «Память во имя будущего». Материалы выставки были собраны с музеев Казахстана, и основные – это с Карлаговского музея и с Алжира. И вот там история о курте как драгоценном камне, она затронула души почти всех, кто посмотрел. Если вы помните, то алжировских женщин-пленных подкармливали казахи тем, что кидали в них курт вместо камня. И вот этот, скажем, небольшой продукт, который имеет вообще хорошую, скажем, витаминную основу, дал возможность многим из них действительно выжить. И сегодня как раз вспоминали о том, как Елизавета Тухачевская, это родная сестренка Тухачевского, уже после войны вспоминала о том, что я по сей день помню вкус казахского баурсака. Она тоже именно в Алжире сидела. И вот из этого мы для себя какой-то вывод сделали. Наверное, это день, когда действительно казахские блюда, которые именно спасли тысячу людей. Если, например, только по Алжиру говорить, то 18 тысяч женщин 62 национальности прошли именно через этот лагерь. И если они выжили, и выжили их дети, то в этом есть смысл. Вот сегодня, по крайней мере, мысль такая о том, что, наверное, символом этого дня может быть курт, как драгоценный камень, прозвучало. Да, я хочу со всей стороны тоже поприветствовать всех журналистов именно в этот день. И на самом деле вот те вопросы, которые сейчас идут, я попробую отразить, наверное, с точки зрения, наверное, молодого и будущих поколений. Вы знаете, почему я так вот с этого ракурса взглянул на этот вопрос? Потому что мне кажется, что вот проводя вот такое мероприятие и празднование, да, именно 1 марта 2016 года, для нашего современного Казахстана это праздник для, наверное, наших будущих поколений. Как это находит отражение сейчас? Я думаю, что вот за те годы независимости, какие прошел Казахстан вместе с нами, наверное, нашли отражение вот именно в этом мероприятии сегодня, в День Благодарности. Почему? Потому что я представитель корейского этноса третьего поколения, который родился здесь, на Казахстанской земле. Вы знаете, да, у нас же на исторической родине существуют те традиции, да, когда есть мероприятия, которые направлены на, ну, наверное, похожего формата, наверное, по отношению к старшему поколению, по отношению друг к другу. Но вот именно в условиях нашей родины, Казахстана, вот, наверное, накопившиеся, да, вещи фундаментальные, о которых мы говорим, как дружба, толерантность, прощение, благодарность, это как раз-таки они сейчас только начинают обретать вот какую-то хорошую, на самом деле, да, человеческую форму, в которой вот этот фундамент мы закладываем в будущее поколение. И если этот праздник, как вот сегодня он прошел, он будет таким же ежегодно, я думаю, что как раз-таки наша молодежь получит такой фундамент, да, который, на самом деле, мы, для чего наши предки, наверное, это все проходили. В 1937 году, при депортации, проходили тяготы жизни и пытались дать нам возможность сегодня вот в современном мире построить такой комфортный, счастливый мир вот на земле Казахстана. Я думаю, вот, отражение праздника Дня Благодарности, наверное, как-то звучит в унисон вот этим событиям. Эльвина Рафикова, Бизнес Старт. Я поздравляю всех с Днем Благодарности и очень надеюсь, что с каждым годом этот праздник будет лучше и лучше. И если мы будем проводить его интересно, искренне, то он вполне возможно станет народным днем. Вопрос. Вот у меня нет такой информации, почему именно 1 марта. Вот. И вопрос ко всем спикерам. Вы уже кого-то сегодня поблагодарили или кого вы еще собираетесь поблагодарить? Мне интересно. Спасибо. Дело в том, что в 1995 году, 1 марта, был подписан указ о создании Ассамблеи народа Казахстана. Сегодня день рождения Ассамблеи. Сегодня этой организации, которая сегодня в мире имеет очень большое значение, за опытом которого обращаются действительно мировые державы, исполнилось 21 лет. И приурочили День Благодарности именно этому институту, который является, ну, на сегодня, наверное, такой вот неповторимой диалоговой площадкой, на которой независимо к какому страту гражданского общества ты относишься, к политической партии, к неправительственному объединению, молодежь, взрослые ветераны, может абсолютно любые вопросы свои выносить и решать. Я благодарю вас, уважаемые гости, за участие на нашей пресс-конференции. На этом, уважаемые коллеги, мы завершаем нашу работу на сегодня. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова